Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем трансляцию МАК-ТВ. Как всегда, час дня. Мы в прямом эфире. Сегодня 16 июня 2020 года. Влад Голдаковский, наш постоянный архитектор, эксперт, дизайнер. Ну, город солнца. Пожалуйста, Влад. Ты слышал, что происходит? Ты же молодой парень. Ты в этом во всем должен купаться. Для меня были сплошные открытия сейчас. Мы, кстати, с Дашей не договаривались совершенно, но очень многое из того, что она говорила, будет про то, что мне тоже хочется рассказать. Давай, давай, давай. Это надо уплотнить. Ну, на самом деле, так, вы видите, да, презентацию? Да. Мы говорим сегодня с вами про города и виртуальную реальность. Действительно, находимся в очень интересное время, когда особенно коронавирус показал нам, что перед нами сейчас полное переустройство вообще всего нашего быта, скажем так, да, и вообще подходов ко всему. Но для того, чтобы понять вообще, в каком моменте мы находимся, давайте вернемся к этой схеме. Мы не часто говорим с вами, когда говорим про города. Это рост человеческого желания. Мы говорили с вами неоднократно, что города развиваются так, как развивается желание. И мы помним, что оно развивается по четырем, по пяти этапам, да, от самых простых, неживого, растительного, животного и человеческого уровня. И каждый уровень, он, в общем, определяет то, где мы живем, да. То есть если в самом начале нашей эволюции, на заре, скажем, развития наших желаний, неживого уровня, мы жили вот в пещерах, да, практически это было одиночное такое место проживания, это были еще не города, то на следующем этапе уже, когда мы переходим к отделению себя от других людей, от природы. Появляются города со стеной городской, да, которая отделяет человека от природы, а других каких-то сообществ, да, там их богатство сохраняют здесь какие-то ценности материальные. На следующем уровне мы переходим уже к, ну, условно к имперским городам, таким как вот римские города, римские акаструмы, которые уже обслуживают желание к власти, к утверждению себя в цивилизации. И римские каструмы, вот эти военные поселения, они, вы знаете, что интересно, что положили основу практически всем известным европейским городам. Есть даже исследование, что Киев, он был основан и развивался вокруг некогда построенного римского военного поселения. И вот есть даже исследователи, которые структуру этих поселений вот исследуют и видят, что города, в общем, ну, очень многие города, они начинаются именно с этих римских поселений. То есть вот эта глобализация и стремление к утверждению себя, своей культуры, она положила основу, ну, практически всех основных европейских городов, в которых мы живем. Ну, на следующем уровне это пожелание к знаниям, да, порождает фактически новую функцию города, когда человек учится, получает информацию в городе и появляются вот такие вот, как в Валенсии, в Испании научные городки, где сосредоточена информация, да, то есть сосредоточена наука, знания. И мы знаем тоже и в бывшем Советском Союзе научные городки, очень много их было, где ученые собирались и генерили какие-то интересные смыслы. Ну, а также современные города, вот такие, как Дубай, они тоже фактически сегодня чем являются? Местом по созданию информации, местом по созданию каких-то креативных индустрий, да, то есть это уже не места заводов каких-то или каких-то промышленных объектов, а это офисы в основном, где люди сидят и фактически создают знания, фактически создают информацию. Вот это, как бы, основная структура. Но, кстати, вот то, что происходит сегодня во время коронавируса с Дубаем, видите, как засыпало песком. Никто не ездит по этим дорогам, Влад, ты видишь? Да, никто уже не ездит, да, и видите, вот эти, как бы, города сейчас стоят и ждут нового времени, нового переосмысления, да, своей жизни. И вот ты сегодня рассказывал про своего внука, а я тебе про своего сына расскажу. Я вот ему звоню недавно и говорю, сынок, чем ты занимаешься? Я там по делам ездил, он говорит, он сказал такую фразу, она меня выбыла совершенно, он говорит, да ничем не занимаюсь, говорит, выживаю в своем мире. Выживаю в своем мире, чтобы ты понимал, это не какая-то драматическая фраза, а это вполне конкретная фраза ребенка, который играет в игру, понимаешь, то есть режим игры, он называется просто выживаю, а в своем мире, это вот в Майнкрафте, в той игре, в которой они играют, это, ну, просто мир, который они создают, и вот он в нем там, ну, играет. Это совершенно без всякого драматизма было сказано, но фраза, она настолько меня выбила, говорит, я выживаю в своем мире. Вот, и вот, если вот тут у меня есть видео небольшое, это то, как вот эта дополненная реальность, о которой Даша говорила, она сейчас выглядит так, давайте сейчас что-то, она у меня не грузится почему-то. Так, почему, почему я хотел вам показать, надо... А, вот, ну вот, смотрите, как может выглядеть дополненная реальность вот в таком городском исполнении, когда все то, что ты видишь вокруг себя, дома, какие-то сервисы, они будут иметь перед собой, вот видишь, различные дополнительные функции. Вот видишь, ты едешь, например, в каком-то автобусе, а тут у тебя куча всякой визуальной информации дополнительной, реклама, какие-то сообщения, вот это вот все, это как бы следующий уровень развития вот этой дополненной реальности, о которой Даша говорила. Видишь, ты можешь сразу какой-то запрос ввести, это легко сейчас решается при помощи различных девайсов, там, Google очков, например. То есть город, он приобретает совершенно другой уже внешний вид, скажем, да, то есть он уже не требует, он не требует каких-то больших особых вложений в архитекты, что-то репрезентативное. Да, потому что ты будешь получать всю эту информацию через дополненную реальность. Она, кстати, очень, ну, функциональная, то есть она может быть очень полезной. Говорят, что, например, полиция будет этим пользоваться достаточно активно, например, полицейский будет подходить к дому и видеть сразу, что там в нем происходит, какие-то там преступники или историю преступлений, которые там были. Вот, он может видеть там, например, инженерные системы тут же у себя вот в таких специальных очках. То есть очень много таких прикладных есть, ну, как бы, как-то сказать, способов, да, использования. Но если мы вернемся к, вообще, к тому, куда это может еще развиваться, то я хочу вот сказать еще про такую технологию, как блокчейн. Это очень интересная технология. Она вот сейчас используется, ну, вы знаете, как слышали, наверное, про биткоин. Вот в Сингапуре, например, то есть сейчас это технология блокчейн, когда огромное количество данных одновременно обрабатываются и, ну, большие массы людей могут одновременно на них влиять и анализировать их и видеть то, что происходит. Ну, например, собираются сейчас большие базы данных по энергетическим, ну, расходам, да, в городе и автоматически энергия может перебрасываться от района к району и это настраивается именно за счет вот этой вот системы блокчейн. Да, то есть с одной стороны. С другой стороны есть возможность принятия решений огромного количества, огромному количеству людей, которые, ну, это легко делается через различные системы онлайн-голосований, онлайн-различных объединительных мероприятий, когда люди просто, то есть такие референдумы как бы проводят в состоянии, ну, онлайн, то есть ты практически, ну, нивелируется роль государственного аппарата, который вообще не нужен, потому что люди вместе принимают какое-то решение, оно тут же внедряется на разных уровнях автоматически. И вот мы видим вот эти примеры объединения, что они вот технологически уже давно созрели. То есть они есть уже, то есть это все уже происходит, вот как в этой системе общей, да, вот этой вот как бы души, да, где все части связаны между собой, они влияют друг на друга. Так технологически это уже есть. Оно уже работает на разных уровнях, на, там, при этой же системе блокчейн. У человека есть вот это восприятие интегральности мира, как бы вот это нам показывает, да, то есть человек может вот так вот это ощутить, вот с помощью этих всех технологий, правильно я говорю? Конечно, да, он уже этим пользуется. Единственное, что психологически человек еще так не чувствует. Он не чувствует еще эту дополненную реальность связи сам в себе, да, и он не чувствует... Еще еще ступени находятся, понятно, на этом, вот это, ты понимаешь, как это человеку ввести вот это вдруг понимание, для него же мир откроется вообще. Я нахожусь в связанном интегральном мире, мне даже, просто я вот так вот свяжусь и построю другой город, да, и буду жить в нем довольно в счастливом состоянии. Да, и так ты видишь, что технология, она к этому уже подошла, то есть человек видит это технологически уже, как это работает. Я уверен, что это повлияет в том числе и на психологическое состояние человека. Он перестроится внутри тоже. То есть, как говорится, повернуть только вот этот винтик. Вот если бы мы вот так вот помогли человечеству, вот так повернуть вертник, чтобы вдруг он ощутил, как Саша все равно говорит, что мы в одном таком связанном состоянии, интегральном, одно тело, как один организм. Помогите нам, дизайнеры, строители городов, построите вам такой город, чтобы я вот так вот туда входя сразу... Уже выходит за рамки архитектуры и строительства, это уже больше к воспитанию. Это к душе и к воспитанию. Спасибо большое. Спасибо, Влад. Как всегда, очень интересно. Готовь нам следующие презентации. Мы тебя всегда зовем. Замечательно. Спасибо.